Дети, подъем. Доброе утро. Встаем. Через 5 минут выходит на зарядку. Ребята под следствием прибегают для того, чтобы получить характеристику на суд. Совершенно не готовы к труду, не следят за собой, они плохо улучшатся. Но потом они остаются здесь и проходят курс полностью реабилитации. Начинается все с подъема, зарядки, завтрака. Потом дети расходятся по учебным заведениям. И вечер довольно-таки плотный. У каждого либо психолог, либо какой-то репетитор по нужным ему предметам. Смотрите, вы помните вообще, что у нас тут происходит? Все же помнят, кроме митинга. У меня миссия, скорее, помочь через творческий путь раскрыть их способности, им самим раскрыться, каждый сам в себе. Ну что, играем, все, я упал, несите меня там, где учатся. Нет, мы сейчас, волки прячутся за деревом сцены. Да, да, да. Очень много примеров, у которых пришли колоссальные изменения за все это время. И ребята сами начали включаться и сами начали что-то делать. То есть они стали реально просто брать эти какие-то ресурсы и использовать. Как мы это любим делать почти на каждом занятии? Еще раз немножко познакомимся. Главный уникальность центра в том, что по сравнению со всеми остальными учреждениями минимум рецидивов. Работает много специалистов с ними. И гончарная мастерская, и психологи, и психотерапевты в тренинге. И впоследствии, там, через какое-то время, у каждого свое время по-разному, видно, что, ну, как-то вырастают ребята. Я в их возрасте тоже был подростком. Я оказался в таком месте, где, может быть, что-то как-то и лучше сложилось. Поэтому хочется как-то на своем примере показать и рассказать, что это можно избежать и добиться каких-то результатов, начиная более рано. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!